доброго времени суток продолжу я про пенечки вы на канале funny machine school с вами макс сейлер и тут отдельная эпопея про пеньки надо остановиться на этом вопросе обязательно и кое-что рассказать значит впереди это к 17 вообще в этом месте видите здесь специально такое экспериментальный место вот эти пеньки находятся непосредственно где идет скап с крыши то есть вся вода стекающая с крыши заливает их вот здесь посмотрим как будут чувствовать себя здесь мицелий когда он фактически постоянно стоит можно сказать в воде в болоте эти чуть дальше тут уже на них ничего не капает но рядышком тут ниже места и тут довольно таки влажно вот эти стоят дальше всех и как видите уже на них немножко солнце их подсвечивает этот передний штамм это к 17 п 80 и м 21 81 бельгийский холодостойкий довольно таки в природе он выглядит вообще кстати для меня как-то честно говоря даже удивительно эти сам гриб коричневый и пластинки под ним тоже коричневые то есть не белая как у вот у серых вешенок а сам гриб однозначно в природе коричневый п 80 более такой синий п 77 вообще черно-синий а этот коричневый вот это все пенечки м 21 ну скажем так один такой пенек это не показатель но смотрим дальше и как видим здесь вот муха мач мач муха здесь опять видим тоже вот пошли грибочки значит где-то со временем весит весь этот ряд 21 тоже даст примордии это приблизительно времени прошло от 6 марта в этом году мы делали посадку то есть от 6 марта сегодня 17 мая то есть прошло чуть больше ну вот те пошли 9 мая это уже 16 17 сегодня это прошло неделя эти за неделю они фактически уже можно сказать переростки ну пусть себе споры здесь пускают посмотрим что из этого будет а здесь 2 месяца чуть больше и вот тоже пошли грибочки в этом же сезоне через два месяца здесь обратите внимание если тонкие сами вот веточки то можно делать такую композицию кибану из нескольких можно и больше поставить закладку на мицелий ну больше я примордием не вижу других штаммов пока значит будем ждать возможно когда подсохнет немного потому что весна каждый день почти дождь может они из этой влажности расти не хотят теперь здесь сделано тоже контрольная посадка королевской вешенки пока мы здесь ничего не видим но довольно таки интересно мне бы хотелось увидеть все таки здесь что-то посмотрим пеньки свежие здесь это береза в этом году срезаны и не можно сказать через неделю мы сразу срезаны срезаны через неделю сделали посадку вот на пеньки остальные просто нету времени засадить вот здесь опять же таки приготовлено много куча работы то есть это так так кажется когда начинаешь это копать там зерно варить а здесь здесь видите сколько и вот это все сейчас речь о посадках там засверливаем дыроки всего остального ну я вам скажу кто бы там с этим игрался не буду я ничего здесь сверлить то есть это там день уйдет на того чтобы это все дыры дырочки сверли там заказака напачивать их чем-то засыпать туда потом эти дырочки это понимаете внесение на вот такой пенек который весит не знаю там килограмм 25-30 и там вы вносите 10 грамм мицелия там 15 соотношение инокулирующей дозы и соотношение веса то есть понимаете сколько времени надо будет тому мицелию чтобы освоить вот этот пень поэтому единственный вариант вот для меня приемлемый это я просто закладываю под низки все никаких больше движений здесь я уже сам не помню что здесь экспериментировал то есть здесь мы закладывали каких-то пакетиках здесь еще что-то там экспериментировали здесь тоже а вот здесь японский опенок сделал я одну пробу из бракованными цели в баночках но я думаю одна проба это будет маловато там есть сейчас у меня достаточное количество японского опенка будем делать все эксперименты на блоки на пеньки то есть надо разобраться в этом вопросе самому для того чтобы советовать другим людям и ждем отсюда результат это береза опять же таки вот говорят что проблемы с японской опенкой нету хорошо он растет на блоках на том же субстрате как и вешенка так что будем делать будем разбираться я немного чего не делал раньше потому что ждал на прозрачный прозрачную пленку потому что мешки заказали какой-то черный черные мешки и у них ничего не видно хотелось бы визуально иметь контроль над тем как растет тот же опенок чтобы что-то видеть потому что в черном вообще ничего не видно для начинающих грибоводов это самый худший вариант там черная пленка который ничего не видно то есть никак контролировать там или проанализировать рост невозможно пока там не содрешь эту пленку поэтому лучше брать лучше брать прозрачный за пеньки что хотелось бы сказать а вот все я хочу рассказать об этом моменте что заметьте как мы прошлись я вам показал сколько здесь растет грибов вешенки то есть они везде и споры везде и там вот везде и я вам показывал на предыдущем видео какой огромный плодовый сад я вам скажу что уже шесть лет сколько я занимаюсь вешенкой никогда никогда я не видел ни одного гриба ни одной штуки на живых деревьях то есть этого не происходит и вообще бы я сказал что сама засева никакого не происходит вот этот деревянный дом обычно люди задают какие-то глупые вопросы не знаю кто фигни этой головы подкладывал интернете обчитаются значит что там бояться вешенку посадить иначе там на меблях там у них в доме там начнет расти у нас там деревянные мебели там ну короче бред ну полнейший бред а знаете если бы так было все хорошо и просто что то бы никто в лес не ходил взял себе бросил там семена и уже все прямо на кухне на столовой на на разделочной доске растут вешенки взялся отрезал и на на сковородку от было бы классно не ничего подобного не происходит довольно таки хорошо надо потрудиться потерпеть подождать не все так оно идет гладко вот видите сколько пеньков засеяно из них всего только два стартануло через два месяца посмотрим что будет с остальным на живых деревьях не растет вешенка она вообще если сразу пишут а вот я видел дерево на нем растет вешенка если на нем растет вешенка то это дерево внутри уже заболела нем есть мертвая древесина потому что вот эти древозарушающие грибы которые культивируются они в основном растут только на умирающей древесине есть грибы более агрессивные там взять допустим рейши там они более так не привередливы к тому на чему растет а вот такие как вешенка если у вас пеньки старые без коры то вообще нет смысла никакого садить потому что сам мицелий растет только в камбии вот видите где камбий вот вот эта щель которая сейчас вот образуется вот там камбий рыхлая клетчатка между вот этим и вот этим вот это он и поселяется мицелий обычно те люди которые садят грибы они любят их собирать в лесу в лесу когда вы идете режет старое допустим такое старое бревно когда ногой ударить кору кора отваливается и там красивая мицеллярная кассеточка какого-то гриба значит понимаете что мицелий растет вот в этом камбий значит для того чтобы побыстрее у нас выросли грибы на пеньке значит нам что надо задача какая заселить его в этот камбий то есть если вы допустим собрали все-таки сверлить какие-то дыры то нету смысла лупить их вот по центру абсолютно никакого то есть по периферии нужно сделать вот эти дырки сколько у вас там хватит сил и терпения их насверлить чем побольше диаметра туда заложить только зерновой мицелий других мицелий я вам скажу что я вот мое личное мнение других мицелий просто не существует есть зерновой есть все остальное это фигня они мицелий которых ничего никогда не растет вот правда муха скажи что правда вот и значит только зерновой мицелий туда засыпаем мы обязательно если тут мицелий надо будет поставить какую-то крышку прибить привинтить прямо как-то закрепить чтобы дождь который будет падать сверху не заливал эти дырки иначе мицелий сгниет и мицелий себе там допустим крышка лежит здесь вентилируется хорошо и зарастает одним из прекраснейших способов также посадки если вот видите здесь трещина пошла если сюда поставить колу и по нему хорошо ударить то вот этот пенек развалился на две части внутрь закладываем зерно стрейч пленкой заматываем оставляем торцы открытыми чтобы дышал мицелий когда мицелий залепит полностью вот эту щель свой вот это и он быстренько поселяется в камбии в одну и в другую сторону и здесь точно также максимально быстро он зарастает буквально за 2 месяца я думаю что он колонизирует этот пенек и потом выносим на улицу и все равно придется закопать никакие пирамиды тут еще одна один сверху это все полная ерунда это эффектно красиво выглядит но мицелий растет из грибы растут и самого мицелия что здесь в древесине заложен потом этот пенек верхний естественно высохнет и никаких грибов не будет поэтому ничего тут на не надо сооружать никакие никакие пирамиды ничего делать не надо после того как встречу он зарастает мы его переносим сюда в грунт стрейч естественно придется снять так чтобы не развалился может там проволока его все-таки закрепить потому что потому что откуда же будут расти грибы если стрейч замотан и все и таким вот образом береза скорее всего она буквально за там два-три года она мягкая просто древесина она быстренько разрушается на дубах я никогда не садил тяжелая да и такое вот древесина такая вот это ждет какого-то прихода видите бревна это ждут на эксперименты там с шиитаками там еще с какими-то другими грибами но хотим уже на этих поленьях они уже здесь месяца два лежат они уже высохли но в любом случае я буду делать шиитаки на бревнах вот такие вот должны быть вот эти штуки то надо засверливать дырки я их однозначно буду стерилизовать способом варения в кипятке во первых для того чтобы до увлажнить вот эту кору и во вторых для того чтобы ее простерилизовать от всего остального что там живет потому что шиитаки такой гриб долго растущий и и капризный то есть ему надо дать достаточно времени и стерильности для того чтобы он мог освоить вот эти полена тем более что результат обычно шиитаки вообще не даст плодовых тел до тех пор пока не освоит весь материал на это у него уйдет не меньше полгода поэтому поэтому вот такое дело растет красиво и эффектно ну будем значит экспериментировать будем рассказывать как это все происходит да пеньки видно уже как подсыхает вот это они уже трескаться даже начали довольно таки уже наверное подсохли хорошо да хотел упустил этот момент вел вел разговор и так и не довел что скорее всего в живых деревьях содержится какой-то древесный фактор вот как иммунитет у человека но иммунитет у деревьев фактор который не позволяет заселять разного рода грибам спор которых при достаточном количестве в внешней среде не позволяет грибам расти на живых деревьях то есть понимаете то есть любая попытка за заселить вешенку на живое дерево я думаю кончится неудачей ну и с другой стороны на какой смысл там что-то там ковыряют но я не знаю я бы этого не делал значит живых деревьев содержится какой-то фактор здесь может быть и есть тот момент что ну опять же таким делал я в августе посадку когда буквально вот зеленое дерево можно сказать с яблоками на яблони отпилил просто большую ветку нарезал из нее пеньков и сразу вот как отпилил вот сразу так и поставил на мицели и через два месяца уже в октябре были грибы то есть но опять же таки этот все относительно про этот фактор вот вроде бы фактор вроде бы сдерживающий но свежайшая древесина была посажена поставлена на мицели вешенки и выросли через два месяца грибы поэтому можно долго там что-то эмпирически рассуждать а можно меньше рассуждать и больше делать и вот наверно тогда результата будет побольше вот какая красавица меня здесь такая красавица уже если говорить можно тут немного прогуляться и дальше посмотреть о вот вот достопримечательностей тут две надо обратить внимание ну одна из них я всегда код когда вижу вот это сооружение я всегда вспоминаю сектор газа есть у них хорошая такая песня туалет сельский туалет вот такая штука ну свой есть колорит в этом всем деле из цель для роздумья погуглите там в переводчике как что это означает вот здесь в принципе да я уже так делаю прогулку по по своих территориях то вот покажу что у меня здесь есть я вот здесь так решил поступить а памятник труду памятник труду вот это соломорезка я когда-то фактически эту словоморезку и приготовил для того я ее привез начал делать для того чтобы нарезать солому но вот именно со временем пришел к тому выводу что вот этот прибор обычный который есть практически в любом сельском хозяйстве старым вот он вообще не подходит для грибоводства он не рассчитан на нарезку соломы в таких объемах то есть если за сутки ну там не за сутки за рабочую смену нам нужно измельчить 20 40 60 или 80 блоков этот аппарат не подходит никак вручную об этом даже речи идет автомат если он будет крутить это тоже хорошо но дело все в том что вот эта система ножей она вообще вот ножи любые даже старые вот кованые прекрасная тут еще металл еще тот металл садятся буквально на протяжении там нескольких ну пять тюков и все они уже круглые надо их подтачивать это хорошо если не попадется какой-то сторонний материал в этом тюке если попадется камень или стекло может оборвать вообще вот эту штуку значит при нарезании 40 или 60 тюков это превратится за день в три ремонта которые будут проходить 3-4 часа то есть результата будет никакого и вот из этой штуки получился памятник труду почему памятник труду потому что я люблю здесь вот в этом месте вот у себя на пенечках я люблю пить кофе такая лавочка здесь когда я сажусь вот здесь пить кофе вот там видите памятник труду вот видите ландшафты у нас такие вот такие вот у нас ландшафты то есть ровного здесь нету ничего прикорпатская такая вот ландшафтность ну горы отсюда где-то километров 40 60 там уже начинаются реально горы а тут у нас вот такое и вот сидишь здесь с утра кофе пьешь сейчас летом сейчас жарко стало все попрятались а вот утром здесь выходишь и люди вот ходит там ну сейчас трактора уже раньше все лошадка и человек ходит вверх вниз вверх вниз и там дальше опять тоже вверх вниз и вот ходят они вверх вниз и уже на протяжении десятков лет смотришь они все ходят и ходят ходят и ходят ну вот я решил эти размышления как-то они говорят бесконечно можно смотреть на три вещи как человек огонь там еще что то но и как другой человек работает как-то я не знаю какая-то такая у меня сначала может быть и хотелось смотреть а сейчас они как-то как-то что-то перехотелось и я девичьим виноградом поставил здесь такие стоечки ну винограду уже это третий год наверно пойдет он успел вот такое сделать вот и уже в этом году еще более но четвертый год это уже полностью будет вся стена здесь все закроет будет красиво и компактно мне вообще нравится вот нравится когда-то я посадил вот такой можно сказать как вот такой лесочек и здесь вот сама само пространство но как-то выглядит уютно сейчас даже трудно представить если вот убрать вот эти елки из получается ты какой-то как будто не знаю как в ваня на улице мыться или еще что-то ну как-то не комфортно не уютно а видите вот эти елочки не создают вот такую стену какая-то такая компактность уютность вот этого места там сауна бильярдная сзади домик здесь вот такая площадочка и здесь единственное что вот это место оно тоже не создавало комфорта я решил его озеленить таким вот образом естественно какой-то искусственный забор ну это все бы там просто коробила бы портила вот эту всю красивейшую весеннюю красоту и идиллию не только весеннюю летом здесь своя свой колорит осенью здесь я вообще молчу когда девичий виноград становится красным не зеленым а красным ну тут это просто загляденье посмотреть там есть еще плющ растет вдобавок к этому винограду но очень довольно комфортно а вот там грибная грибная там блоки вот грибочки а здесь ну из года в год красивейшая такая тоже грядочка когда это все зацветает ну просто душа радуется она уже здесь все забила и так вот это уже какой-то как как не знаю ритуал какой-то знак не трогаем это все не убираем ничего тут не надо прекрасно они себе здесь растут прекрасно они здесь цветут так ну и что там у нас сделаем такое полноформатное видео вот но я не знаю я как-то называю что это есть плакучая ива мне что-то сюда нравится говорить что заплакали не береза это елки вот я говорю что заплакали елки ну что вот эти веточки они как будто так вот спадают вниз вот но сейчас только одна запустилась та самая большая видать на просто на ней хорошо освещение солнце хорошо попадает вот она и самая такая огромная красивая а все остальные сейчас тоже запустится и буквально через там недельку это впечатление будет вот она сделается все такое густой и такое с ярко-зеленая ну просто просто невозможно без эмоций смотреть на эту красоту специально я сюда попрививал вот это земляника лесная специальная при приносил земляникой довольно таки все непросто она настолько прямо я ее рассадил по всей территории фактически только в двух местах удалось ее запустить то есть она прижилась она сама как-то выбирает в остальных местах ее трудно найти ну и тут когда-то тоже здесь будет вообще такая хочу сделать ну такое что-то как в этом лесном таком окружении среди елок здесь поставить столик а сейчас здесь малина а вот здесь видите почему я как-то видео категорически высказываюсь на счет палочек когда-то свое время делал я достаточное количество этих палочек был спрос на них ну вот видите чтобы разобраться в этом вопросе вот тут дырки засевал я сюда около 100 штук на эту древесину при том что древесина была с этой стороны мертвая с той стороны живая то есть была по полностью засверлена заложил я сюда 100 штук палочек королевской вешенкой это все засаживал абсолютно нормальный абсолютно качественными цели как видим ничего ни одного гриба уже на протяжении два года по моему прошло это уже второе не зимой не осенью я всегда внимательно слежу за этим местом ничего тут никогда не вырастало сюда закладывал я герицей тоже там не было куда его деть там вот где-то дупло заложил сюда герицей что-то вот тогда клеил опять же таки ничего здесь не произошло единственное что произошло когда яблони срезали в каждом году здесь яблочные опята вырастали в этом прошлом году их было уже очень мало и скорее всего когда дерево перестанет жить то они оттуда и исчезнут но эти грибы они четко привязаны микоризой именно к этому дереву когда она высохнет то и то и прекратятся грибы вот видите какие здесь елки елочки ай вот там даже тоже елочка вот красивая ну и пока вот такое что хотелось бы показать но грибы вообще следует за мной повсюду и за каналом фанима шум скул и за максом селером вот идем дальше здесь встречаем снова шампиньоны про которые я рассказывал в предыдущем видео вот они вот видите луговой шампиньон огромные шампиньоны вырастают и вот видео подходит концу все что я успел рассказать по этому поводу и сейчас уже само по себе автоматически отключится и вот там нижние визны и вороток когда-то будут вот там две красивейшие елки они там просто на солнце купаются в удовольствие им там никто не мешает вот расти так здесь поля ну поля как видите да за грибами что-то тут с полями что-то тут я вижу только хрен здесь растет но вот он вот он этот хрен хрен у нас здесь растет больше что-то ничего не растет такая теплица а там даже хрен не растет вообще ничего не растет но теплица есть вот а там вот виноградники вот такие красивый виноградник много винограда и просто сезон хватает на все и на вино и на продажу и на все и на компоты и но и и и